Здравствуйте! Сегодня наша программа «Творческая мастерская» приглашает вас во Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства на встречу с замечательной выставкой, подготовленной Андреем Леонидовичем Кусакиным, известным московским коллекционером, членом-учредителем Московского клуба коллекционеров изобразительного искусства. Наша программа встречается с Андреем Леонидовичем не первый год и с полной уверенностью могу сказать, что этот человек, называющий себя любителем коллекционером старинных печатных рисунков и географических карт, по сути, занят государственным делом сбережения истории России, сохранения памяти народа о нем самом, памяти России о России. Портреты семьи Романовых, Екатерина II, Петр I. Эти гравюры из коллекции Кусакина украшали, притом совершенно бескорыстно со стороны владельца коллекции, ни одну выставку, и к тому же это авторские листы, хранящие прикосновения мастеров, отчего стоила, например, одна его кампания по проведению выставок, посвященных войне 1812 года. Задолго до известной всем даты 2012 года он выступил инициатором выставки в Государственном историческом музее. Выставка называлась «Мир и война 1812». Она состояла из частных собраний московских коллекционеров, собирающих реликвии Отечественной войны 1812 года. Это было в 2008 году. «Я носился с этой выставкой с начала 2000 года», – говорил Кусакин. «Хотел, чтобы она открылась в 2005 году», – все мы читали о сражении при Аустерлице у Толстого «Войне и мире». Вот император Александр I, Денис Давыдов. Многие увидели их такими впервые. Наши зрители были свидетелями уникальных выставок коллекционера в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, напоминающих нам лица героев войны 1812 года, и впервые для большинства из нас, представивших сцены самой войны, зарисовки военной жизни, сделанные, что характерно, французскими художниками и граверами. «Во славу Божию делаю, во славу Божию», – говорит Кусакин. Сегодня наша встреча с Андреем Кусакиным на выставке его собраний, посвященной первым географическим картам России. Первые карты России представляют собой не только географическую научную ценность, и это не только образцы художественного, графического, печатного искусства, вы сами в этом можете убедиться. И это целый мир, представляющий нам историю нашей Родины, времен от Российского царства до Российской империи. Эта эпоха, которая досталась Романовым, как бы в наследство предшествовала им. Эпоха прихода на трон Романовых, при которых продолжали совершаться географические открытия как русскими землепроходцами, так и иностранными путешественниками, стремившимися найти Северный морской путь. И все это на фоне смутного времени, войн, эпидемий, восстания, раскола. Но снаряжались экспедиции с 80-х годов XVI века до 40-х годов XVII века. Русские люди прошли по степям, тайге, тундре, через всю Сибирь, проплыли по морям Арктики и совершили ряд выдающихся географических открытий. Уже в XVI веке среди льдов Арктики на маленьких парусных кочах плавали русские полярные мореходы. В начале XVII века было регулярное водное сообщение западно-сибирских городов с Мангазеей по оби-обской губе, ледовитому океану, Мангазейский ход. Такое же сообщение было между Архангельском и Мангазеей. «В Мангазею во вся годы ходят кочами многие торговые и промышленные люди со всякими немецкими, то есть иностранными товары и с хлебом», – писал современник. На их времена приходится открытие одной из крупнейших рек Азии-Лены, устья Индигирки, открытие Камчатки, а в 1648 году пролива между Америкой и Азией, сделанная Дежнёвым и Федотом Алексеевым. XVII век, положивший начало отсчёта дома Романовых, был веком активного развития торговли, охватившей всю страну, центром которой была Москва, а потом Санкт-Петербург. Сегодня мы прикоснёмся к той малоизвестной для большинства из нас стороне жизни Российского царства, без которой его биография складывалась бы иначе, по-другому, без которой не было бы самой Российской империи. Итак, мы во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства на выставке из собрания Андрея Леонидовича Кусакина. Это выставка старинных карт, которая, как мне показалось, может быть интересна многим людям разных возрастных категорий. Она показывает выставку нашу страну, особенно Север и Сибирь, по мере того, как она открывалась моряками, географами, картографами, торговцами для всей Европы, и как она рисовалась в Европе по мере её открытия. Здесь собрались такие достаточно нечасто встречающиеся оригинальные карты и XVI века, и XVII, и начала XVIII века. Можно говорить о зарождении русской картографии в XVIII веке, но самостоятельно она стала, наверное, в середине XVIII века. Поэтому здесь в основном карты, которые я буду показывать, они изготовлены в Европе. И самыми ранними картами моей выставки являются карты, для которой вышел первый атлас, который издал Абрахам Артели, это в 1572 году. И там месту России нынешней посвящено две карты. Одна карта Московии, которую делал Дженкинсон, посол английский, купец при Иване Грозном, и он съездил и нарисовал эту карту. И другая карта Тартарии, или это азиатской части, но не только России, это под Тартарией понималось, и части Китая, и то, что сейчас относится к Средней Азии, это вся часть континента к востоку от Волги, не от Урала, как сейчас считается, а от Волги, считалась Тартарией. Великая, большой Тартария, из которой населялась массой племен, государств, народов, и границы между ними были условные для европейцев, они их не знали, и это была такая загадочная страна Тартария. Потом, по мере продвижения русских на восток, и она Тартария переходила, теряла все больше и больше свое такое значение смысловое, а остановилась частью России. А сейчас это считается такой забытый термин. Но в названии моей выставки это присутствует. Вот как раз это та карта, о которой я говорил, одна из первых карт, знаменитая карта Антония Дженкинсона, она им создана в 1562 году, а в Атлас она вошла немножечко позже, то есть ее уже перерисовал картограф для своего издания, и в 1570 год. Значит, это вот как раз написано Россия, Московия и Тартария по описанию Антонио Дженкинсона. И здесь, конечно, мы видим массу цен, здесь и золотая баба, и какие-то повешенные висят там на деревьях. То есть к этому, ко всему есть описание, здесь много текстовых таких включений, и всем этим текстом есть толкование. И об этой карте посвящено огромное количество книг и исследований. Наверху считается портрет Ивана Грозного. Здесь он сидит в шатре своем. Это тоже включен в иконографию. Нужно сказать, есть такая тема, я тоже ее немножечко веду, это изображение людей или русских людей на старинных картах. И собираю карты, где есть изображены наши люди. Вот это, наверное, самое первое с изображением Ивана. А это вот карта, которую мы говорили, карта, собственно, Тартарии. Как мы видим, она включает всю азиатскую часть России с таким невероятным таймыром. Еще в Камчатке нет зародыши, о ней существует никто не знает. Японские острова здесь, вот Америка как-то вот здесь размещена. То есть это вот, это все карты из этого, из самого первого атласа географического, который вышел. В атласе было там порядка 60 листов, которые показывали разные части страны, страны отдельно и континенты. Ну вот, это у меня отдельные листы, и они вшивались в этот атлас. Это у меня, значит, потом уже либо мне удалось найти расшитые листы, которые из книжек, из этих атласов, которые вот уже я оформил в рамы, и вот они здесь висят. Это вот самая старая часть нашей коллекции. На вот этой карте красавицы, в такой оригинальной, старинной такой раскраске, несколько неожиданной по колориту для современного глаза, надо сказать, что колориты, сочетание цветов для каждого там столетия или даже для периода были определенные, были моды. И вот эти вот колористические карты, раскрасчиками, решались зависимости от либо национальных, либо временных таких привычек. Вот эта вот карта России с пределами, так называемая Россия Меркаторская, где впервые карта посвящена отдельно России, где Россия фигурирует не как уже какая-то маленькая область, а как название относится к большой стране. И вот здесь она уже до Урала, мы видим здесь Уральские горы, вот они здесь уже до Урала, здесь это все считается, что это уже Россия. Собственно, Московия, здесь вот она представлена отдельной врезкой, и где она сильно увеличена центром в Москве, причем любопытно, что уже тогда, в 1594, собственно, году, потому что он карту сделал в 94-м году, а сын издал его после его смерти в 95-м году, то есть он Меркатор Великий не дожил до издания своего первого атласа. А здесь уже на карте Московии мы можем видеть уже и Москву, реку, и Аку, и даже такие речки, как Неглинная и Яуза уже здесь есть на этой карте. Это 1594 год. Уже европейцы знали об этом деле. Нужно сказать, что русских источников в России не знали деления по градусной сетке, и километраж тоже носил условное значение. В основном было, конечно, сколько дней идти пешком, или сколько дней лошадь едет. Вот такие были масштабы в России. И без градусной сетки, и без всего это было... А здесь уже мы видим, уже и градусная сетка нанесена, потому что уже некоторые иностранцы, путешествующие, делали географические привязки по разным городам. В путешествии по Волге, допустим, было сделано там семь географических привязок по широте и долготе, это волжских. И уже они ложились на карту, и по ним уже проводилась Волга, от нее же вправо, влево. И тогда уже европейцы понимали, что где у нас как-то находится. Это вот такая дивная, замечательная карта. Я специально ее не отдаю реставраторам прессовать, чтобы вот это были старые складки, и чтобы сохранялись, что все, она сохраняла свой такой аромат времени. Вообще реставраторы сейчас и эти листы и отбеливают, и специально делают им белый цвет, но я стараюсь, если нет каких-нибудь страшных пятен, этим операциям карты не подвергать. И этот лист, эта бумага, поскольку она делалась в старину и варилась из тряпичного сырья, из тряпок, и причем тряпки не все подбирались, а качественные. То есть эта бумага, вот эта тряпичная бумага, вот этой карты сколько? 500 лет, значит, получается. Вот эта тряпичная бумага, она целая, ее можно согнуть, разогнуть и так далее. Все, что с ней делать, и она хранит раскраску. Ну вот. Мы переходим плавно уже в 16-й век с вами. Это любопытная карта Северного полюса. Как мы видим, здесь на Россию достается чуть ли не половина карты. Это циркумполярная проекция, и эта карта сделана в начале уже 17-го века в голландской семье Блау, которая выпускала карты. Там отец, два сына, зятья, дочери. Все это было огромное предприятие. Голландцы в то время, в 17-м веке взяли лидерство в изготовлении карт. В своде они тогда в составлении карт участвовали и военные, и купцы, и торговцы, и все-все-все. Значит, все привносили какие-то полептии свои, вносили в исследования земли. И вот эта вот голландская компания сделала замечательную карту из Северного полюса. Здесь мы видим, на основе этой карты голландцы думали, о том, чтобы избежать длинного пути при торговле с Китаем и освоить путь покороче, как мы сейчас называем, Великий морской путь по Северному ледовитому океану. Глядя на эту карту, им казалось, что это все можно сделать. И, значит, они, будучи предприимчивыми и деловыми людьми, собрали экспедицию, семь городов голландских собрали, каждый скинулся, снарядил свой корабль, и эти семь кораблей двинулись, это было еще в 16 веке, в 1596 году, они двинулись, исследовать вот этот путь вдоль русского берега на север, чтобы вести торговлю и исследовать новые земли. Вот об этом, значит, героическом путешествии, и о том, это героическое путешествие, они дошли только до новой земли, но вот об этом путешествии я хотел бы рассказать и показать вам на других картах. По пути они открывали, конечно, голландцы для себя новые острова, новые земли, и им давали свои имена. Новая Голландия, новая Фризия или какой-нибудь, или остров Штатов. Вот мы здесь, на этой карте, мы видим замечательный остров, сейчас он называется остров Местный, ну вот, он находится за Вайгарским проливом, уже по ту сторону новой земли, ближе к обиде, там произошло, мы видим эту картинку, где медведь задрал двух голландцев. Эта дата известна, и эта картинка появилась вот в отчете голландцев об этом путешествии, значит, и она потом, эта картинка, кочует о том, как медведь нападает на голландцев, на моряков, а они бегут от него, она кочует после этого уже столетия, по всем отчетам и описаниям о русской Сибири, о русском севере, вот это вот, это произошло вот на этом острове местное. Причем, вы смотрите на этой картинке, здесь сделаны промеры глубин, означены все памятные кресты, где стоят, намечены бухты для стоянки, то есть голландцы, когда этот путь проходили, они все это детально картографировали, потому что, чтобы следующий, чтобы те, кто за ними последует, чтобы они знали, где им удобно встать, разместиться, отдохнуть, пополнить припасы и все, и все, то есть вот такая была их миссия, и потом это все опубликовали для всего мира, вот что интересно, такова была их миссия, вот эта экспедиция первым делом попробовала обогнуть новую землю с западной ее стороны, и она достигла ее оконечности досюда, вот она обогнула всю землю, и здесь их сковал паковый лед, которые уже льдины шли, и им не было возврата этим людям, значит, что было принято решение зазимовать здесь на новой земле, это уже было в сентябре месяце, уже там лед, и вот мы удивляемся на свою зиму, эти люди зазимовали на новой земле, значит, и зима у них шла до мая месяца, ну вот, у них зима длилась 10 месяцев, они разобрали свой корабль, из него сложили дом, потом мы с вами посмотрим, как этот дом, вот он, этот дом нанесен, и, значит, и переизменивали здесь зиму, что они делали зимой? Они зимой охотились на песцов, значит, пели песни, у них был песенник, это был 1597 год, они пели голландские свои песни, значит, охота, они вели отсчет времени, писали дневники, и так далее, и так далее, вот такой вот, и смогли пережить эту зиму, потом из остатков корабля, вернее, из остатков корабля, и они спасли две шлюпки, и они уже вернулись на этих шлюпках, стали, не стали проходить назад здесь, а вернулись старым путем, потому что они не знали, что здесь дальше находится, потому что здесь могло быть, этот остров мог здесь не кончаться, он мог быть какой угодно, они снова обогнули, и на шлюпках вернулись, и здесь впервые встретили живых людей наших поморов, которые их видели в прошлом году и спросили у них, где корабль, и рисовали им корабль, и они сколько могли руками объяснили нашим людям, нашим поморам, что корабля нет, корабль, а, корабль пропал, вот это вот они запомнили с этими двумя словами, они всюду шли, и где все их узнавали, потому что там люди иностранцы, редко бывает, говорят, корабль пропал, вот они, значит, эти вот два русских слова они хорошо запомнили, но они, мало того, что они запомнили, они еще, вот еще взяли, смотрите, какой, там вот, между новой землей и материком, есть такой остров, они его назвали остров Морица, значит, пролив назвали Насау, и вот этот остров, он очень удобный, с большим количеством бухт, они его точнейшим образом зарисовали, то же самое с глубинами, и на этом острове есть рука, которая показывает на памятные кресты, вот эти, они не поленились, срисовали то, что написано русскими буквами на этих крестах, а на этом кресте, вот этот, они его точно срисовали, видите, крест какой красивый, восьмиконечный крест, наверху, как они написали голландцы, с полотенцем, то есть, это очень такое красивое столярное изделие, они были, кресты, как правило, видите, сделаны не из бревен, а из обтесанных бревен, высотой где-то около 6 метров, на этом кресте написано, лето 6083, это по нынешнему стилю 1575 год, поставили крест Береза да Фёдор Павлов, сын Мало, это младший сын, подписал Алишко, ну, вот, и эти восьмиконечные кресты, вот эти, они ставились, значит, они ставились, как и обетные, и памятные, и навигационные, они имели, и, конечно, во славу Божию они ставились, потому что они, здесь написано, и царь славы, и ника, и всё, и всё, как бы здесь, и вот эта вот форма, восьмиконечная форма, этих старых крестов до раскола, значит, мы знаем, что после раскола сделали кресты шестиконечные, или четырёхконечные, вот восьмиконечный старый русский крест, он датирован, получается, что голландцы списали данные изготовления этого креста до 1575-й год, после того, как они вернулись, данными этими всё-таки воспользовались и голландские, и немецкие купцы, и стали плавать этим путём, кустью Аби, и торговать с местным населением, пушнины, и так далее, открыли, так называемый, мангазейский ход, и тогда, значит, русский царь велел мангазейский ход, это в 1619 году, закрыть, а кресты, которые указывают дорогу, сжечь, и, значит, чтобы не показывать бастурманам дорогу, как торговать, потому что торговать с местным населением можно было только по разрешению нашего, по разрешению царя получать для этого специальную, как теперь говорят, лицензию, или раньше грамоту, платить за это налог, а это была как беспощная торговля, это в 1619 году. Открытия Северной России миру продолжались, о них мы вам еще расскажем, и о первых географических картах России, созданных уже не иноземными мореплавателями, а нашими соотечественниками при непосредственном участии Петра I. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok